Сегодня, 2 июня, в 10 часов на Ямале начался единый государственный экзамен по математике на базовом уровне. Предмет относится к категории обязательных, его результаты влияют на получение аттестата. Напомним, с 2015 года ЕГЭ по математике разделен на два уровня – базовый и профильный. Для получения аттестата о среднем общем образовании достаточно сдать экзамен по математике на базовом уровне. А вот если в выбранном для поступления в УЗИ математика в перечне вступительных испытаний, необходимо сдавать экзамен уже на профильном уровне. За честностью лабутнанских выпускников следят общественные наблюдатели и веб-камеры, записи с которых отслеживают 5000 волонтеров. Дарья Самородова спросила сдающих, каково это – три часа быть под прицелом видеонаблюдения. В Лабутнангах продолжается волна государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов. Заявление на участие в ЕГЭ по математике базового уровня подали 199 человек. Экзаменационная работа включает 20 заданий, которые надо выполнить за три часа. После досмотра учеников ЕГЭ распределили по аудитории. С этого момента за выпускниками и организаторами следят общественные наблюдатели и камеры видеонаблюдения. Ребят такой тотальный контроль не беспокоит. Главное – выполнить все задания. Меня это никак не напрягает. Я не обращаю на это внимания. Есть они и есть. Мне скрывать нечего, поэтому мне нормально. Я считаю, они нужны, но со временем ты забываешь о них и выходишь более в экзамен. Почему бы и нет камеры, камеры. Все, что, сел, пришел, написал, все. После процедуры вскрытия пакетов с экзаменационными материалами в аудитории, кроме наблюдателей и самих участников ЕГЭ, быть никого не должно. Уже здесь, в штабе, руководители пункта проведения экзамена могут следить за ходом испытания с помощью 48 установленных веб-камер. Перед каждым экзаменом мы выравниваем ракурс камер, чтобы все 15 рабочих мест участников были видны, чтобы был виден печать, место раскладки печати КИМ, чтобы принтер, чтобы именно вся процедура была открытая, прозрачная. Изображение и звук камеры транслируют в онлайн-режиме. Информация передается в Челябинский контакт-центр Ростелекома. Допустим, давайте выберем с вами сейчас Селехард. И посмотрим, какие проходят там у нас экзамены. Как вы видите, в Селехарде экзамен только начинается, 20 минут 11, а все готовятся к сдаче экзаменов. Контакт-центр обеспечивает техподдержку видеонаблюдения на всех пунктах проведения единого государственного экзамена в России. Операторы компании постоянно отслеживают качество работы, отвечают на звонки, которые им поступают со всех пунктов экзамена о технических неполадках, а также защищают портал от хакерских атак. Специалист в течение дня обслуживает не менее 50-100 вызовов. То есть это мы основываемся на тех данных, которые были в прошлом году. Так как в прошлом году мы также обслуживали поддержку экзаменов. Чаще всего звонки поступают из центральных регионов России. Один из популярных вопросов – это временное прекращение трансляций с IP-камер, находящихся в аудиториях. Мощности контакт-центра таковы, что он способен принять до несколько сотен обращений одновременно. Этого достаточно, чтобы оперативно обработать все вызовы. Челябинский центр продолжит работу вплоть до сентября, так как будут еще назначены пересдача экзаменов. В это время также будут работать видеокамеры. Благодаря системе видеонаблюдения полученные результаты отразят реальный уровень подготовки российских выпускников и исключат возможность списывания и помощи посторонних.